Здравствуйте дорогие друзья и зрители моего канала. Меня зовут Артем и сегодня в пятом выпуске Космос Плюс я расскажу вам о созвездии Ориона. Расскажу об исторической стороне этого созвездия, чем оно примечательно и где и в какое время года искать его на небе. Мы поговорим об отдельных звездах созвездия и об астеризмах. Также кратко разберем несколько удивительных моментов, связанных с этим созвездием. Что ж, давайте же начнем. Итак, в первой части по традиции речь пойдет о том, когда и где впервые появилось название созвездия, почему ему дали это имя и какие еще имена оно носило или носит в других странах. Не будем долго заострять на этом внимание, а просто проведем, так сказать, небольшой исторический обзор. И если включить фантазию и воображение, то в созвездии легко угадывается фигура человека. Поэтому в Древнем Египте созвездия Орион называли царем звезд. В Древнем Павелоне было свое название. Там созвездия увеличали верный пастух небес. У инков Орион звался Чакра. В то время как у жителей царства Чиму, проживающих в их же империи, пояс Ориона носил название Пата, что в переводе означает «схваченный». Считалось, что средняя звезда – это вор и преступник, в то время как две крайния специально посланы Луной, чтобы схватить его. После чего схваченного вручали грифом, двум звездам сверху и двум звездам снизу. В Армении созвездия Ориона называли Айк. В память о патриархе родоначальнике армян. У славян все названия чаще обращены не ко всему созвездию, а к трем звездам, так называемого его пояса. В России три звезды звались Коромыслица, Грабли, Грабельцы. На Украине – Косари или Косы. В Белоруссии звезды величали три сестры. В Румынии пояс назывался Косой. В Эстонии – Звезды Ручья. Даже на островах Океании ему дали весьма необычное название – Лодка. Общее же название, которое носило созвездие у наших предков, было Кружилие и Ковар. Своё же общепринятое ныне название созвездие получило благодаря мифам Древней Греции. Именно древние греки видели в созвездии древнего охотника Ориона, сына Посейдона и Эвриалы, которого отец поместил на небо после гибели его отстрел богини Артемиды, по другим же источникам от укуса Скорпиона. А теперь, от небольшого погружения в историю созвездия, мы подойдём к визуализации. Сейчас, при помощи уже хорошо вам известной программы Stellarium, я покажу вам, где искать это созвездие на небе, зависимости от времени года и вашего местоположения. Давайте же начнём. И начнём мы, как обычно, с Северного полушария. В Северном полушарии Орион можно наблюдать с середины августа до середины апреля, но лучшие условия его видимости – это ноябрь-февраль. Созвездие Ориона содержит в себе 209 звёзд, видимых невражённым глазом, но только благодаря самым ярким из них, созвездие приобрело ту самую известную всем нам форму, по которой мы его так легко узнаём и находим на небе. Уверен, всем вам хорошо знаком четырёхугольник с тремя звёздами посередине. Звёзды расположены под углом и практически на равном расстоянии друг от друга. Некоторые из вас часто видели это соединение звёзд на небе, но не знали или позабыли, как его величать. А ведь это и есть наше созвездие. А три звезды – известнейший астеризм – пояс Ориона. Для того, чтобы вам было легче отыскать созвездие, вы должны сразу же определить стороны света. Конечно, это в том случае, если вы ведёте наблюдение из незнакомой вам местности. Итак, выходите на улицу, находите большую медведицу и проводите визуальную прямую линию через две звезды ковша. Таким образом, отыскивайте полярную звезду, а по ней уже с лёгкостью находите все стороны света. Теперь вернёмся к нашему созвездию Ориона. Начиная с середины августа, все желающие могут любоваться созвездием на востоке. Оно появляется рано утром, незадолго до восхода Солнца. Осенью же в октябре созвездие переходит в ночную видимость и уже к полуночи легко отыскивается всё там же, на востоке небосвода. Созвездие Ориона господствует на зимнем небе, проходя через Меридиан в полночь в середине декабря. Направляете свой взгляд на юг и легко находите созвездие между Зенитом и Горизонтом. Весной видимость созвездия на небе сокращается и уже с середины апреля его обнаружить практически невозможно из-за близости к Солнцу, которое скрывает его в своих лучах. Но в марте и в начале апреля Орион всё ещё можно наблюдать вечером, в юго-западной части неба, сразу же после наступления темноты. А теперь давайте проследуем на экватор и посмотрим, какие изменения в наблюдениях за созвездием нам здесь предстоит увидеть. Основное отличие от северного полушария – это, конечно же, движение созвездия по небосводу. На экваторе Орион движется с востока на запад, прямо через точку Зенита, поэтому наблюдатель имеет возможность видеть его прямо над головой. Условия видимости почти круглый год оптимальны, кроме мая и двух летних месяцев – июня и июля, когда созвездия не видно, так как оно прячется в солнечных лучах. В апреле Орион виден на западе. Там его можно найти сразу после захода Солнца. А после перерыва на лето, уже в августе, он вновь появляется на небесной сфере на востоке, незадолго до рассвета. Что же касается южного полушария, то здесь главным отличием от северного является перевернутый вид созвездия и его движение по небу. Здесь оно, так же как и Солнце с Луной, движется справа налево, а не наоборот, как северным. Это достаточно непривычно для нашего восприятия, но абсолютно обыденно для жителей Южной Америки и Австралии. В остальном, поведение созвездия Ориона в течение года здесь такое же, как и в наших широтах. Лучшие условия наблюдений тоже ноябрь-февраль. В декабре созвездия также кульминируют, но уже, разумеется, на севере, а не на юге. Летом созвездия не видно. Апрель – вечерняя видимость, август – же наоборот, утренняя. А теперь давайте с вами рассмотрим самые яркие, ключевые звезды этого созвездия по отдельности. Я буду рассказывать кратко, но самое основное, на мой взгляд, и интересное. Визуализация же будет проходить все в той же Stellarium и частично в Space Engine. И начнем мы с вами с ригеля – беты Ориона. Звезды, входящие в десятку самых ярких звезд неба и занимающие почетное седьмое место. Название «ригель», кстати, в переводе с арабского означает «нога». Подразумевается, естественно, «нога охотника Ориона». Звезда является бело-голубым сфергигантом, молодой и очень горячей. Температура на ее поверхности варьируется от 20 000 до 50 000 градусов Цельсия. Также «ригель» – звезда переменная и имеет диапазон звездной величины от 0,03 до 0,3. Изменение величины происходит каждые 20-25 дней. Так как «ригель» – очень яркая звезда, то она освещает очень многие пылевые облака. Например, IC 2118, либо же «туманность голова ведьмы». Следом за «ригелем» мы рассмотрим с вами звезду Саиф, что в переводе с арабского означает «меч». Это шестая по яркости звезда в созвездии Ориона. По своей температуре звезда является самой горячей в созвездии и находится на расстоянии примерно с 628 световых лет от Солнца. Саиф в 57,5 тысяч раз превосходит светимость Солнца, но имеет на нашем небе такую небольшую яркость ввиду того, что большую часть своей энергии он излучает в невидимом глазу диапазоне. А теперь давайте перейдем к трем бело-голубым звездам, очерчивающим пояс Ориона. Первая, видимая нами слева звезда в поясе, это дзета Ориона, альнитак, что в переводе означает «матерчатый пояс». Это тройная звезда, и все три компонента в совокупности имеют 1,7 визуальной звездной величины. Стеллариум позволяет увидеть нам лишь два компонента системы, альнитак А и альнитак Б. Звезда альнитак С была открыта в 1998 году и имеет десятую звездную величину. Примечательно, что звездная система альнитак располагается внутри туманности IC-434, больше известной под названием «Конская голова». Это одна из наиболее известных туманностей. Она видна как темное пятно в форме конской головы на фоне красного свечения. Альнилам, так называется средняя звезда в поясе Ориона. В переводе с арабского она означает «нить жемчуга» и имеет практически одинаковую звездную величину с альнитак. Альнилам окружена молекулярным облаком NGC 1990, освещая которое делает его светлой отражательной туманностью. На небе звезда занимает 30-е по яркости место, а в Орионе – 4-е. И, наконец, третья звезда в поясе Ориона называется «Ментака», что в переводе с арабского означает «пояс». Как видите, звучит так предсказуемо и просто. Ментака – кратная звезда. Это означает, что она состоит из нескольких компонентов. Небольшой телескоп – вполне реально увидеть рядом с ней звезду белого цвета 7-й звездной величины. Уже сложнее рассмотреть рядом еще одну звезду, но уже 14-й звездной величины. А теперь поговорим о звезде Беллатрикс, что в переводе с латыни означает «воительница». Это третья по яркости звезда в созвездии Ориона, и 26-я в списке самых ярких звезд неба. Видимая звездная величина Беллатрикса – 1,65. Ранее считалось, что звезда находится примерно на одном расстоянии от нашего Солнца, что и остальные звезды в созвездии, но не так давно выяснилось, что на самом деле она расположена гораздо ближе. Сейчас расстояние до звезды оценивают примерно в 243 световых года, в то время, когда остальных звезд в созвездии свет идет тысячи лет. Меиса или Хека – так называется голубой гигант созвездия Ориона. В Индии ее называют Миргашира, что переводится как «ищущая звезда». В переводе с арабского же Меиса означает «светящаяся». Ее видимая звездная величина примерно 3,4. Меиса – двойная звезда. Ее второй компонент имеет шестую звездную величину. И, наконец, последняя звезда, которую мы рассмотрим, это, конечно же, Бетельгейзе. Эта звезда – огромный красный гигант. К тому же, блеск ее изменяется от 0,2 до 1,2 звездной величины. Ввиду ее переменности, блеск ее оценивают в среднем, а это где-то 0,7. Звезда настолько огромна, что если ее расположить вместо Солнца, она сможет достичь орбиты Юпитера. Еще одна примечательная особенность в том, что диаметр звезды постоянно уменьшается, при том, что ее яркость при этом остается неизменной. Что ж, друзья, а теперь, пожалуй, самое время поговорить об астеризмах и объектах Deep Sky окружающих созвездия. Напоминаю тем, кто забыл или не смотрел мои прошлые выпуски, что астеризм – это легко различимая группа звезд, которая имеет свое собственное название. Даже сейчас любители астрономии, соединяя между собой яркие звезды, придумывают все новые и новые астеризмы, давая им разные уникальные имена. И перед тем, как я назову первый астеризм, хочу обратить ваше внимание на самую яркую звезду неба – Сириус. Ее очень просто отыскать, беря за ориентир звезды Ригель и Саиф. Вместе с поясом Ориона они образуют некое подобие стрелки, наконечник которой Саиф как раз и указывает на Сириус. Итак, первый астеризм, который мы с вами рассмотрим – это меч Ориона. Он состоит из звезд Тета Ориона, Йоты Ориона и Большой Туманности Ориона. Это одна из самых известных туманностей неба, которая, благодаря своему местоположению, видна практически в любом месте Земли. Более подробно мы поговорим о ней в видео-выпусках каталога Месье. Помимо этого, возле астеризма меч расположилось множество туманностей, как достаточно ярких, так и очень тусклых. Наряду с туманностью Ориона можно выделить и туманность Демайрана, помеченную в каталоге Месье под номером 43. Следующий астеризм – это щиты Ориона. Достаточно лишь обратить внимание на расположение звезд, и форма щита обязательно перестанет перед вашими глазами. Астеризм состоит из шести звезд – Пи1, Пи2, Пи3, Пи4, Пи5 и Пи6. Кстати, ранее в древности астеризм называли еще и как панцирь черепахи. Дубинка Ориона. Следующий астеризм, который мы с вами рассмотрим. В астеризм входят 5 звезд. Сейчас я вам их покажу, и вы увидите, почему ему дали такое название. Смотрите, вот Нью Ориона, далее Кси Ориона. Теперь поднимемся вверх. Здесь мы увидим звезды Хи1 и Хи2. В Википедии написано, что в астеризм входит еще и звезда 69 Ориона, но я ее не нашел в программе. Зато есть 64 Ориона, которые отлично дополняют астеризм. Далее, я вам покажу практически два одинаковых астеризма. Первый – это зеркало Ориона. Этот астеризм состоит из двух других астеризмов. Пояс Ориона, меча Ориона и звезды этой Ориона. Меч в данном случае играет роль ручки зеркала. Второй астеризм называется кастрюля. Возник он в южном полушерии из астеризма зеркала, по причине того, что в южном полушерии созвездие имеет перевернутую форму. Таким образом, один и тот же астеризм, состоящий из одних и тех же звезд, носит два разных названия в разных полушериях нашей планеты. Также хочу обратить ваше внимание еще на три удивительных объекта в созвездии Ориона. Это туманность пламя и туманности NGC 2067 и M78. Об этих объектах далекого космоса мы еще поговорим в выпусках о каталоге Месье. В завершение хочу добавить, что созвездие Ориона примечательно еще и тем, что многие исследователи паранауки считают, что именно оттуда на нашу Землю прилетали пришельцы. В подтверждение этой гипотезы приводят обычные примеры расположения древних сооружений, например, пирамид в Египте. Они построены так, что их местоположение совпадает с местоположением пояса Ориона на небе. В частности, речь идет о трех великих пирамидах Гизы. Доказательство гипотезы к египетским пирамидам можно добавить и пирамиды древнего племени Майя. Их месторасположение такое же, как и у египетских. Та же удивительная диагональ, как в поясе Ориона. Индейцы племени Хопи верили, что боги жили на звезде Петри Ориона. До нее 26 световых лет, что по астрономическим меркам не так много, если учитывать теоретические возможности высокоразвитой цивилизации. А может они до сих пор прилетают или же живут среди нас? Кто знает, на земле еще полно тайных загадок, в которые мы с вами, увы, не посвящены. Что ж, дорогие друзья, на этом я закончу этот выпуск, который получился весьма объемным, но, надеюсь, достаточно информативным. Мне хотелось как можно больше вам рассказать, но в то же время в рамках одной передачи. Надеюсь, мне это удалось. Что ж, и окончание традиционное. Если вам понравилось это видео, не забудьте поставить палец вверх, добавить видео в избранное, или же поделиться им со своими друзьями в соц. сетях. Подписывайтесь на мой канал, чтобы следить за выходами новых передач. Также, по возможности, смотрите мои передачи на страницах YouTube. Все полезные ссылки под видео, как и все мои адреса в соц. сетях. По этим адресам вы можете смело задавать свои вопросы, на которые я обязательно отвечу. Всех благ вам, дорогие мои. С вами был Артем. Чистого вам неба, и пусть звезды вам благоволят.